Федор, ну, наверное, с ваших впечатлений от сегодняшних встреч, заявлений, всего, что происходило на базе «Рамштайн», начнем, поделитесь. Я думаю, что сегодняшнее совещание министра обороны стран НАТО и некоторых других стран, в которых принимал участие наш министр обороны господин Резников, оно должно стать, по нашим ожиданиям, неким переломным моментом в более решительном подходе к поставкам вооружений Украине. Потому что, несмотря на заявления, которые сейчас звучали из уст министра обороны Германии и той информации, которую вы обнародовали по поставкам из Великобритании, Франции, все-таки мы ожидаем более серьезных видов вооружения, прежде всего. Это вооружение, которое касается противовоздушной обороны, более современных систем противоракетной обороны, потому что Российская Федерация атакует наши города, прежде всего, баллистическими ракетами. И, конечно же, теми зенитными установками, о которых вы только что рассказывали, сбить баллистические ракеты, в принципе, невозможно. Поэтому мы ожидаем, что эти системы будут все-таки Украине предоставлены, и Украина сможет защитить свое небо, защитить воздушное пространство от и самолетов, и тем более баллистических ракет. Хотя это, конечно, произойдет не так быстро, как бы нам этого хотелось. Но, тем не менее, я думаю, что сама риторика, которая звучала на сегодняшнем мероприятии, она позволяет быть оптимистом по поводу того, что все страны НАТО и наши партнеры, которые не входят в страны НАТО, блок НАТО, они все-таки более интенсивно начнут предоставлять нам военно-техническую помощь, для того, чтобы наши вооруженные силы имели возможность более эффективно бить врага на украинской земле. Не так быстро можно ожидать помощь. Это сколько? Потому что в случае с военной техникой счет обычно идет на месяцы. Делают ее долго, собирают долго, комплектующие нужны. Вот мы как ожидаем? Я имею в виду, что не так быстро, как хотелось бы, мы получим современные системы противоракетной защиты, противоракетной обороны, которые позволяют сбивать ракеты. Что касается поставки артиллерийских орудий, бронетехники, то это происходит, скажем так, в разы быстрее, чем мы могли себе представить в начале войны, в конце февраля, в начале марта. Сейчас это уже решение принимается очень быстро, и уже Украина получила и орудия необходимые, и движется иная техника, которая существенно, конечно, нам поможет. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы, знаете, это всегда хочется максимум, чего можно ожидать. Хотелось бы, чтобы это были более современные образцы вооружения, которые способны противостоять ракетам Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok